Всем респект, братва! Если честно, это видео я изначально не хотел выкладывать, потому что ОБС порезал мне качество из-за большого количества мелких всяких объектов в игре. И сам я себя вел немножечко поебанутому. Но потом я подумал, да какого хера? Всем респект, братва! С вами Радьер 120 Гигабайт. И сегодня мы посмотрим на игру, которая называется Hunt Shutdown, которая только-только вышла в стиме в раннем доступе. Я играл в Альфу, но играл совсем чуть-чуть. Альфа была недавно. В Альфе, к сожалению, было мало контента. Если честно, я не вижу разницу контента между Альфой и между, собственно, версией в раннем доступе. Но ничего страшного, я поддержал разработчиков, купил игру, потому что мне нравится сама концепция очень мрачного такого шутера. Блять, блять, блять! Ёб твою мать, иди нахуй! Мы с вами находимся на карте, здесь ещё куча... Иди нахуй! Мухи ёбаные! Ёб твою мать! Ёбаный в рот. А, у меня есть килки. Так, спокойно, я просто отравлен. Может, мне надо просто подождать какое-то время? Короче говоря, смысл такой. Мы появляемся на карте. Вот у нас карта, да. На этой карте есть босс, которого нам надо завалить, которого нужно снять баунти. Это такая хуйня, видимо, типа, ну, награда, да, которая даст нам бабла, там, экспы и сик такой хуйни. И на этой карте находятся ещё 10 человек. Вам надо искать печати, которые сузят ваш круг поисков, да, и покажут на карте, где примерно находится босс. Вы должны туда прийти, завалить этого босса, снять его бабло и выйти с уровня. Это напоминает мне немножко эскейп-ромптарков. Короче говоря, просто земля, какой-то песок, они по-разному звучат. Я не знаю, монстры все рыбурчат, кряхтят, какие-то там, не знаю, вы можете испугать птиц, собаки лают, и, короче, полый пиздец. Всё это надо слушать, потому что, ёп твою мать, это сдаёт других игроков вам и показывает вам их местоположение. Это не будет обзора, это будет такой первый взгляд. Я первую катку сыграл, уже слил. Блять, где я себя потерял на карте? Дальше, что нам нужно, собственно, делать, когда мы появились? Мы появляемся, да? Видим вот такие вот штуки. Это называется теневое зрение. Чтобы его включить, надо нажать кнопочку Е. И должны найти печати. Они отображаются синеньким, вот таким вот. Сейчас мы её найдём, и эта печать сузит, покажет нам на карте, где нам не нужно искать босса, где его точно нету. Опаньки, а вы слышали вот это дерьмо? А вот это вот кто-то здесь ходит. Кто-то спугнул только что ворон, ребят. Рядом с нами есть другой игрок. Ёп твою мать, как стрёмно-то, сука! Может быть, это и я спугнул ворон? Дай бог. Надеюсь, наверху меня не ждёт какой-нибудь огромный чувак, блять, с тесаком. Потому что звуки здесь, блять, ждёт. Вот, вот он. Где? А нам не сюда. Ну и хуй с тобой тогда. Где, где печать, блять? Ёп твою мать. Ёбаные, сука, цепи. Блять, ну это, это самая, блять, неудобная печать, которая только могла быть, она находит... Стой. Я просто дурак, ладно, я понял. Так, короче, это нам апгрейдит карту, да? И показывает, показывает, ребята, где нам не нужно искать. Опаньки. А чё это? Спайдер Бенниш. Я понял. Кто-то уже напал на спайдера. Это значит, что другие игроки, другие игроки, уже нашли босса, уже его ебошат. Либо это один игрок, я не знаю. Может, они вдвоём, я так и не понял. Когда ты играешь в соло, ты играешь в соло против остальных, которые могут быть в дуо. Или ты играешь один против таких же одиночек. Я пока вот в этого, ребят, не врубился. Короче говоря, нам нужно их найти, потому что они уже атаковали босса. И сейчас заберут с него приз. То это не значит, что мы 100% проиграли. У нас есть шанс добежать. Единственная проблема, что мы находимся на другом конце карты. И теперь нам нужно уже идти к ним туда. И постараться убить игроков, которые уже забрали этот приз. Надо, короче, просто постараться к ним прийти живыми. Чтобы ничто нас не убило другое. Хотя, опять же, я говорю, что мобы здесь выносятся быстро. И единственный смысл, наверное, который они могут нам навредить, это то, что они сдают наше местоположение другим игрокам. И, конечно, мы на них тратим патроны. Блять, эти ёбаные вороны. Они тоже здесь для того, чтобы сдавать наше местоположение. Там какой-то ярый игрок, ребята. Вот это мне не нравится. Потому что я к боссу пришёл. Вот в предыдущий катке я играл. Пришёл к боссу. Меня сразу выебли ванус. Сразу он меня нагнул ванус. Блять, ваншотнул этот босс. Ах ты, блять! Я понятия не имею, как его убивать. Но, в принципе, от меня другого ожидать и не стоило. Понятное дело, что я бы хуй с ним справился, но всё-таки. Короче говоря, фишка в том, что если мы доберёмся до игрока раньше того, как он выйдет с уровня, у нас есть шанс. Если нет, тогда будем сосать писю. Довольно-таки неспешный, если честно, геймплей здесь. Ну, там, ты ищешь, ты, конечно, стреляешь и убиваешь. Но динамики в нём немного. Не стоит от этой игры ждать супердинамики. Но что стоит ждать? Это атмосферы и охуительного... Ну, ладно, Гарафон, я не могу сказать, что такое охуительное, но он реально хорошо выглядит. Это раз. И, во-вторых, очень крутая стилистика у самой игры, по-моему. Баунти is on move. Check on dark sides. Вот, ребята, вон игрок где. Вот так мы можем палить и игрока, который уже взял баунти. То есть награду за босса. Вопрос в том, успеем ли мы... Успеем ли мы, короче говоря, забрать. Забрать с него эту награду. Далеко не один наш персонаж к нему убежит. Ещё наверняка другие... Ещё наверняка другие ублюдки, которые высадились на этой карте, пытаются туда тоже попасть к нему и забрать с него эту награду, которую он заслужил. A player extracted with bounty. Нихуя мы не успели. Вы тут все пидоры. Вы пидоры, блядь, я не успел, суки, ёбашу мать. Я горю. Я горю. Ну всё, я проебал, да? А чё, игра не заканчивается автоматически, что ли? Вы чё, блядь, нахуй, серьёзно? И чё мне делать, нахуй? А я могу просто выйти? Leave mission. You're about to leave mission. Your hunter and all their equipment will be permanently lost. Нет. Тихо. Так игра на этом не заканчивается. Я думал, проиграл, и всё, ёб твою мать. Мне надо ещё выйти с уровня. Где выход? Где-то там. Надо сейчас ещё гаточку сыграть, попробовать. Вот здесь вот можно выйти, по-моему, ребят. Вот, по-моему, лодка есть. Давайте экспы хотя бы набьём на мобах. Всё, экстракшн, 20 секунд, ребят. Вот этот вот эскейпромт тарков жёсткий. И теперь мы сидим, ждём, пока нас не выебут. Ну, чувак, конечно, который забрал баунти, он просто красавчик, блядь. Появился, нашёл, убил, пришёл, съебался. Просто его, наверное, никто даже увидеть не смог. Ну, как так? Он даже ни одного игрока, наверное, не видел. Игра повисла, нахуй, ёб твою мать. В этот раз, я думаю, можем на вот этого мясника, жёсткого, адового, постараться поохотиться. Он меня один раз уже вынес. Вообще, жёсткий парень, довольно-таки. Ну, блядь, я не знаю, давайте пытаться. Давайте пытаться, в любом случае, у нас будет экспа, и это важно. Так, в этот раз я решил поиграть вот с этим парнем. Бро, ты слышишь меня? Хеллоу, хеллоу. Да, я могу слышать. Найс, найс. Где ты? Германия. Германия, найс. Я могу говорить в английском, но я не знаю. Так, лучше говорить в английском. Да. Бабы. Так, а у нас это распространяется? Да, это распространяется на всех двоих. Если ваш напарник что-то берёт, короче, нам надо вот здесь искать. Это выхода, я понял, Окири. Так, да вроде неплохо, мы с ним справляемся. Давай, дружечки, давай, это у нас... Братан из Германии. Главное, вот этого здоровяка не сагрить, это будет вообще не прикольно. Так, он бьёт прикладом. Да, когда с кем ты играешь, конечно, намного веселее. Поэтому, ребят, если будете покупать эту игру, то желательно, чтобы какой-нибудь из ваших друзей тоже её затарил. Так, братан какой-то больно шустрый. Так, немецкая задница наша. Да, 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 да. Ты видишь их? Да, я видишь их. Да, я видишь их, я видишь их, они тоже. Очень далеко. Как же здесь громко-то, еб твою мать. О, спасибо. На, софа. Так, ну этот парень глазастый, надеюсь, он увидит. Кого-нибудь. Кто может представить для нас опасность, которую мы тоже могли уже найти 10 раз. Это здесь? Я не знаю, в самом деле, но мы должны проверить, я думаю. Ага. Я думаю, это здесь, на стороне. В... в бассейне. Окей. Это, конечно, здесь, конечно. Да, окей. Окей, давайте сделаем. Ты видишь это? Нет, 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 нет. О, здесь оно, здесь оно. Окей. Окей, я хочу переложить. Нет проблем, нет проблем. Окей. Ох ты, пидор. Окей, я нужна помощь. Ах, блядь, это ебал. Он вверх. Найс. Окей, теперь мы должны прыгать. Нет, нет, мы должны ждать за баниш. Ау, найс, найс. Да, 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 я забыл. Очень плохо у меня со здоровьицем, ребята. Неплохо меня этот пидор покоцал. Но, главное, мы его убили. То есть, мы его сначала должны убить, потом подождать, потом забрать баунти, и потом съебаться, ребят. Вот так это работает. И это держит нас здесь, и дает другим игрокам сюда прийти, и выбить нас, ванус. Я не понимаю, почему они могут хилиться. I prefer run, actually, but... I don't know. Казань, нук. Все, баунти забрали. Других игроков пока нету. Нет, 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 ты должен... А, а, что такое, что случилось? Что случилось? Я, я, что? Да, ты просто умерла, я не знаю, почему. Окей, ну, может, давайте идем так. Окей, давайте попробуем. Бля, ребята, у меня очень плохо со здоровьем. Бля, вот эта, нахуй, тактика пошла. Let's move, let's move, let's move. И так, нам теперь надо добраться до выхода как можно быстрее, блядь. Могут нас там уже поджидать, кстати говоря. Это тоже действенная тактика, довольно-таки. Сидеть и ждать таких, как мы, на выходе. Блядь. Sorry. Fuck, I almost died. Так, я вижу лодку. Здесь мы должны съебаться. Extraction. Боже, что за хуйня? Все, ребята, на победу. All right. I think we won. GG, bro. Затащили с пацаном. Самое плохое, что мы так и не встретили никаких других игроков. Но они тут есть, поверьте мне. И онлайн у игры довольно-таки высокий. Просто, видимо, нам везло. Видели других игроков, которые где-то там сражались, но так и не поучаствовали в схватке. Вот это, конечно, печально. С другой стороны, вы примерно поняли, что это за игра. Это все-таки был такой первый взгляд. И я поиграл один. И я поиграл с кем-то. И, собственно, вам примерно понятно, как игра работает. Она очень прикольная. Единственное, что ее, конечно, нужно дорабатывать. Касается это и каких-то таких тем технических, таких как оптимизация и подобное. И, например, контента. Конечно, нужно больше намного контента, ребят. Баунти забрали, бабки получили. Икспы нам дали дохуя. Наш главный персонаж выжил. Хотя мы были, блядь, практически мертвы. Это было жестко, реально. Мы практически отъехали. Вот. Спасибо нашему немецкому другу, кто бы ты ни был, дружище. Я тебе жесточайший за такую классную игру. Отлично парень играл. Во многом мне помогал. И, собственно говоря, у нас все и получилось. Вот такая вот игрушка, ребята. Если у вас есть какие-то замечания, если вы сами играли, напишите, пожалуйста, в комментах, что думаете. Ладно, ребятки, пойду я, короче, бухать. Всем жесткий респект за просмотр. Просто сейчас суббота. Вообще сейчас пятница, 23 февраля. Поэтому я так просто решил, перед тем, как пойду к друзьям, купил игру. Решил дать их для вас видосик по-бырому сниму. Вот. Я его уже потом смонтирую. Думаю, на этих выходных как раз и выложу. То есть скоро он уже будет. Не знаю, кому я это, блядь, рассказываю. И нахуя? Вот это главный вопрос. Доброе, доброе. Курва ебаномач. Так, тут я жестко ворвусь. Понедельничный Артем, который сейчас сидит и монтирует это видео. Потому что пятничный Артем там какую-то хуйты наговорил. Короче говоря. Ребята, спасибо вам еще раз за просмотр. Жесткий вам респект. Если вам понравился видос, поставьте, пожалуйста, лайк. Подписывайтесь на канал, если не подписаны. И, надеюсь, увидеть вас на следующих своих стримах и видосах, конечно же. Всем жесткий респект. С вами был Мародир 120 Гигабайт. Йоу. А, и да, я чуть не забыл. Анус, 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 анус. Вот, теперь ровненько. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова